Французский язык. Le sujet de ma conférence, ma famille, моя семья. План слайд лекции. Un père – отец, une mère – мать, un fils – сын, une fille – дочь, un ocle – дядя, une tante – тетя, un neveu – племянник, une yes – племянница, une marie – муж, une femme – жена, un petit fils – внук, une petite fille – внучка, des grands-parents – дедушка и бабушка, des parents – родители, un cousin – двоюродный брат, une cousine – двоюродная сестра, un frère – брат, une soeur – сестра. Chiffres. Chiffres. 0 80 90 90 100 1000 Три mois – месяцы. Janvier. Январь. Февраль. Fевраль. Марс. Март. Авриль. Апрель. Мэй. Май. Juынь. Июнь. Juye. Июль. Ау. Аут. Септембр. Сентябрь. Октобер. Октябрь. Новембр. Ноябрь. Десамбрь. Декабрь. Номбр, номбр, ордено. Числа, порядковые числительные. 1995 год. 1995. 184 609. 144 609. Порядковые числительные. Le premier, первый, le deuxième, или le second, второй, le troisième, третий, le dixième, десятый. Les membres de ma famille, члены моей семьи. Ma famille est non-preuse, моя семья большая. Elle se compose de six personnes. Она состоит из шести человек. Ce sont ma mère, mon père, mes deux soeurs, mon frère et moi. Это моя мама, мой папа, две сестры, брат и я. Николай se présente. Николай представляется. Permettez-moi de me présenter. Позвольте мне представиться. Je m'appelle Николай. Меня зовут Николай. C'est mon prénom. Это моё имя. Mon nom est Pavlov. Моя фамилия Pavlov. Je suis russe. Je suis né à Omsk. Le 12 juin, 1987. Я родился в Омске 12 июня 1997 года. Je suis 18 ans. Мне 18 лет. Je suis étudiant de première année. Je suis étudiant de première année. Mon père. Mon père. Mon père s'appelle Victor. Mon père s'appelle Victor. Il n'a qu'à 45 ans. Ему лишь 45 лет. Il travaille à l'hôpital comme médecin. Он работает в больнице врачом. Il aime le sport, surtout le football. Он любит спорт, особенно футбол. В конструкции «ne que» переводится только лишь. «Ne» ставится перед глаголом, а «que» – после. Elle n'a qu'à 30 ans. Ей только лишь 30 лет. Ma mère. Моя мама. Ma mère s'appelle Irene. Мою маму зовут Irene. Elle a 40 ans. Ей 40 лет. Ma mère travaille aussi. Моя мама тоже работает. Elle est professeure de français. Она преподаватель французского языка. Ma mère est jeune et jolie. Моя мама молодая и красивая. Elle est plus jeune que mon père de 5 ans. Она моложе моего папы на 5 лет. Запомните конструкцию. Этер plus jeune, plus âge que de. Быть моложе, старше кого-либо. На столько-то лет. Мои сёры, мои сёстры. Мои сёры aînées, Marie и Надин, habит non loin de nous. Мои старше и сёстры, Marie и Надин живут недалеко от нас. Elles sont jumelles. Они близнецы. Elles sont mariées depuis 5 ans. Toutes les deux. Они обе замужем уже 5 лет. J'ai un neveu et une dièse. Le fils et la fille de mes soeurs. У меня есть племянник и племянница, сын и дочь моих сестёр. Запомните конструкцию. Этер marié avec. Быть женатым, замужем, за кем-либо. Мои фрэр, мой брат. Мои фрэр каде, а 15 ans. Иль сапэль Андрей. Маймон блатше моу брату 35 лет. Его зовут Андрей. Je suis плюс âгэ ке луи, де 3 ans. Я старше его на три года. Il étudie à l'école secondaire d'Omsk. Он учится в омской средней школе. Il est en neuvième. Он в 9 классе. André s'intéresse aux sciences physiques. Андрей интересуется физическими науками. André c'est un garçon très sérieux et intelligent. Андрей очень серьёзный и умный юноша. Il participe à toutes sortes de concours et d'olimpiades. Он участвует во всех конкурсах и олимпиадах. Мои grands-parents, мои бабушки и дедушки. Мои grands-parents habituent un petit village avec mon oncle, ma tante, mon cousin et ma cousine. Мои дедушка и бабушка живут в маленькой деревне с моим дядей, моей тётей, моими двоюродными братом и сестрой. Ils sont âgés et tous les deux sont à la retraite. Они пожилые и оба на пенсии. Nous allons souvent les voir. Мы часто их навещаем. Chaque été nous passons nos vacances chez eux au bord de la rivière. Question. Прослушайте различные типы вопросов и ответы на них по теме «Ma famille». Quels sont les noms et les prénoms du jeune homme? Le nom du jeune homme est Pavlov. Son prénom est Nicolas. Quel âge a-t-il? Il a 18 ans. Quelle est la nationalité de Nicolas? Nicolas est russe. Quand est-il né? Il est né le 12 juin 1997. En quelle année est-il? Il est en première année. De combien de personnes se compose sa famille? Sa famille se compose de 6 personnes. Son père. Comment s'appelle-t-il? Son père s'appelle Victor. Quel âge son père a-t-il? Son père a 45 ans. Son père où travaille-t-il? Son père travaille à l'hôpital. Sa mère. Quel âge a-t-elle? Sa mère a 40 ans. Que fait-elle dans la vie? Elle est professeure de français. Où habitent les sœurs de Nicolas? La sœur de Nicolas habite non loin de lui. Sont-elles mariées? Oui, elles sont mariées. Quel âge a le frère cadet? Le frère cadet a 15 ans. Les grands-parents travaillent-ils? Non, les grands-parents ne travaillent pas. Ma famille. Écoutez. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nicolas. C'est mon prénom. Mon nom est Pavlov. Je suis russe. Je suis née à Omsk le 12 juin 1997. J'ai 18 ans. Je suis étudiant de première année. Ma famille est nombreuse. Elle se compose de 6 personnes. Ce sont ma mère, mon père, mes deux sœurs, mon frère et moi. Mon père s'appelle Victor. Il n'a que 45 ans. Il travaille à l'hôpital comme médecin. Il aime le sport, surtout le football. Ma mère s'appelle Irène. Elle a 40 ans. Elle est plus jeune que mon père, de 5 ans. Ma mère travaille aussi. Elle est professeure de français. Ma mère est jeune et jolie. Mes sœurs aînés, Marie et Nadine, habitent non loin de nous. Elles sont jumelles. Elles sont mariées depuis 5 ans, toutes les deux. J'ai un neveu et une dièce. Le fils est la fille de mes sœurs. Mon frère cadet a 15 ans. Il s'appelle André. Je suis plus âgé que lui, de 3 ans. Il étudie à l'école secondaire d'Omsk. Il est en 9e. André s'intéresse aux sciences physiques. André est un garçon très sérieux et intelligent. Il participe à toutes sortes de concours et d'Olympiades. Mes grands-parents habitent un petit village avec mon oncle, ma tante, mon cousin et ma cousine. Ils sont âgés et tous les deux sont à la retraite. Nous allons souvent les voir. Chaque été, nous passons nos vacances chez eux, au bord de la rivière. Frise interrogative. Vопросительное предложение. Vопросительное предложение представляет собой общие или частичные вопросы. Общий вопрос может быть задан следующими способами. С помощью оборота «es que» «es que» плюс подлежащее сказуемое «es que Michel a Cézanne» «Мишелю 16 лет» При этом сохраняется прямой порядок слов. С помощью обратного порядка слов Или инверсии подлежащего Которая может быть Здесь два варианта Простой при подлежащем личном местоимении Сказуемое плюс местоимение Пример Этель брюн Она брюнетка Либо сложный Сложный при подлежащем существительном Или указательном местоимении То есть подлежащее существительное Или указательное местоимение Например, cela Плюс сказуемое плюс местоимение Лиз Этель кюпе Лиза занята Рассмотрим, как ставится частичный вопрос Вопрос к сказуемому «que» плюс сказуемое плюс подлежащее Обратный порядок слов «que font les ouvriers» Чем заняты рабочие «es que» плюс подлежащее плюс сказуемое Прямой порядок слов «que'est qu'il font?» Что они делают? Вопрос к подлежащему Подлежащее одушевлённое «que» или «ques qui» плюс сказуемое Прямой порядок слов «que'est qu'est 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 КЭСКИ СЁПАС В прямой порядок слов Что происходит? Вопрос к прямому дополнению Прямое дополнение одушевлённое КИ плюс сказуемое плюс подлежащее КИ ШАХШЕВУ Кого вы ищете? Или КЕСКЁ плюс подлежащее плюс сказуемое КЕСКЁ ВУ ШАХШЕ Прямое дополнение неодушевлённое КЁ плюс сказуемое плюс подлежащее КАТЬУ ТРУВЕ ЧТО ТЫ НАШУ Или КЕСКЁ плюс подлежащее плюс сказуемое КЕСКЁ ТЮА ТРУВЕ Вопрос к косвенному дополнению Косвенное дополнение одушевлённое Используются предлоги А, Д, СЮР и другие Плюс КИ плюс сказуемое плюс подлежащее Экзампль СЮР КИ КОНТЫ И ВУ На кого вы рассчитываете? Косвенное дополнение неодушевлённое Предлоги А, Д, СЮР и другие Плюс КОА плюс сказуемое плюс подлежащее Экзампль Де КОА ПАГЛЬТЮ? О ЧЕМ ТЫ ГОВОРИШЬ? Вопросы к обстоятельству Если в предложении есть прямое дополнение Существительное или другое обстоятельство То простая инверсия не используется Экзампль У Давид Матиль Ле Диск? Куда Давид кладёт диски? Запомните вопросительные слова Используемые при построении вопросов У, где, куда, КАН, когда, ПОКОА, почему КОМАН, как, КОМБИЕН, сколько, ДУ, откуда Экзампль КАН РОВИЕНЬ ЖУЛИ? Или КАН ЖУЛИ РОВИЕНЬ ТЭЛЬ? Когда возвращается ЖУЛИ? КАН РОВИЕНЬ ЖУЛИ?